Здравствуйте, друзья мои! Добро пожаловать! Давненько я ничего не снимал, не записывал, как-то аж прям переживательно, как будто в самый первый раз. Хочу сегодня немножечко поговорить, порассуждать по поводу аромата аджемаль. Это у нас арабская парфюмерия в масле. Это, наверное, мой первый аромат аджемаль, который я попробовал именно в масляном исполнении. Обычно все, что у меня было, это все было на спирту. Ну, по-своему, скажем так, интересный, красивый аромат, но этот я не так давно менял, не помню уже на что. Интересный аромат. Называется он «Маск Супрем». Муск там какой-то, как у нас Супрем переводится, кто знает, напишите, пожалуйста. У меня мои познания английского, конечно, они немножко слабы. В общем, это аромат про мускус и на самом деле. Я, конечно, когда обменивался, все-таки предполагал, что это будет что-то такое, знаете, более ядрюное, скажем так, анималистичное. Но нет, это цветочный, прямо такой, знаете, цветочно-аптотрактный мускус. Чем-то даже напоминает летом поля. Причем такие лесные, дикие поля, где растут вообще как бы разнообразные цветы. Там, я не знаю, какие-нибудь медовые, что-нибудь вот такое. Что-то абстрактное, усредненное. Вот и прежде всего именно медовое. Плюс, конечно, это, безусловно, мягкий, пушистый такой вот, как шерстка, наверное, котенка. Мускус. Ну, немножечко, конечно, есть вот такой вот легкой звериной анималики. Каких-то вот совсем чуточку, скажем так, грязноватых каких-то нот. Плюс, я помню, на фрагрантике там еще древесные ноты амбра указано. Ну, постольку-поскольку. То есть, лично я как бы здесь никаких древесных амбровых нот в нем не слышу. Прежде всего, это именно медовые цветы и вот эта самая вот шерстка котенка. При этом аромат очень мягкий, очень аккуратный, элегантный. В меру, наверное, шлейфовый. И я не скажу, что он совсем стойкий. Хотя многие, как бы вот, когда говорят про масляные арабские духи, говорят, что они очень стойкие, что они какие-то вот прям насыщенные. Для меня, конечно, как-то абсолютно не так. По крайней мере, если говорить именно про этот аромат. Хотя есть у нас один арабчонок, ему уже, наверное, лет 7. Там действительно безумно стойкий аромат. Он тоже масляный, он из разряда недорогих, типа, такие вот ароматы, как Али Рихат. Ну, самый обычный, такие вот на 12, что ли, миллилитров у них ручечки, но обычно называют такие вот бутылечки с шариком, с шариковым нанесением. И вот он безумно стойкий. Я до сих пор не знаю, что это за бренд, что у него за пирамида. Я помню, что он назывался Кааба. Ну, то есть, Кааба, это те, кто в курсе, это мусульманская святыня, куда многие ездят в паломничество, в хадж. Так правильно называется на арабском языке. И вот он очень стойкий. Этот аромат, нет, он не стойкий. Ну, как не стойкий? То есть, если говорить лично про меня, на моей коже он держится, ну, где-то около 4-5 часов. Лично для меня это уже, знаете, скажем так, показатель не совсем стойкости. Хочется, конечно, чтобы это было подольше, побольше, может быть, где-то даже ярче, больше шлейфа. Он очень, как будто, близко к коже. У него такой вот аккуратный, минимальный шлейф. И я думаю, скорее всего, именно для самого носителя аромата он будет хорошо слышен. Но при этом он довольно-таки интересный. У меня часто к нему тянется рука, особенно в первое время, когда он только вот у меня появился. Я его практически, наверное, дня 3-4 из рук не выпускал. И мазался этим ароматом исключительно только вечером, дома, после душа, перед сном. Скажем так, вот где-нибудь тебе на пульсирующие точки нанес. И лежишь в этом мягком облаке из мускуса. И вот полевых цветов, на самом деле, я вот как бы сложно различить. Вот там, как бы, вот если пофантазировать, здесь может быть что-нибудь типа клевера, что-нибудь какого-нибудь, я не знаю, донника, тысячелистника. То есть, вот какие-то вот такие вот именно, как мне кажется, даже вот больше желтые вот дикие медовые цветы. Какие-то вот такие вот. Плюс вот этот самый мускус. Мускус немножечко, знаете, вот немножечко грязноватый для тех, кто боится прям конкретной вот животины в ароматах. Тем более, если говорить про мускус, здесь все очень аккуратно, прям вот еле-еле заметно. Ну и плюс, конечно, сам флакон, это вообще отдельный вид искусства. И после того, когда я обменял этот флакон, конечно же, у меня следом пошел еще один аромат. Я впоследствии обязательно про него расскажу. Это у меня рассаси мухалат аль-уды называется. Ну, я еще про него поговорю. И плюс я сейчас подсел на сирийскую парфюмерию. Особенно на удовый аромат. Но тут у меня будет тоже отдельный как бы обзор. Я пока ничего говорить не буду. Единственное, я могу сказать то, что я познакомился с такими удами, которые я еще ни разу нигде не пробовал. Ни в дорогой нишевой парфюмерии, ни в люксовой, ни тем более в бюджетной парфюмерии, где использовали бы ноту уда. Потому что в большинстве своем весь уд, который я знаю, который я пробовал, он достаточно плоский. Он весь, в принципе, про медицину. Но в том бренде сирийском там другая история. Но опять же таки я отвлекся. Аджималь. Интересный, интересный аромат. Я вот так же сразу, когда я его взял, он мне понравился. Естественно, я зашел еще на фрагрантику. Посмотрел, какие еще у Аджимали есть ароматы в таком вот именно исполнении, которые в виде масла идут. Очень много, где бы все это, конечно, найти попробовать. То, что как-то мне стало интересно. И спиртовые я у Аджимали попробовал. Для меня они все, конечно, вторичные. То есть они многие на что-то похожее из дорогого люкса, из ниши. То есть это где-то уже как-то когда-то было. Здесь он для меня, по крайней мере, из того, что я помню, что было с мускусами, он ни на что не похож. То есть он такой достаточно самобытный, на мой взгляд, аромат. Хотя, конечно, может быть, я мало чего пробовал. Особенно с учетом того, что последние года два я уже забыл, когда последний раз был в каком-либо парфюмерном магазине. И знакомился с какими-то новыми ароматами. То есть у меня сейчас прям полная такая стагнация к этому отношению идет. Пользуемся, прежде всего, тем, что есть. И крайне-крайне редко что-то приобретается. Либо в большинстве своих даже вот обменивается. В общем, прекрасный, интересный аромат. Мне понравился. Мягкий, аккуратный, элегантный, деликатный. И близко сидящий к коже с... Вот именно... Ну, на самом деле, он мне очень напоминает, как вот шерстку котенка или даже вот кота. Особенно, когда вот где-то, знаете, у них на голове, между усами, ушами нюхаешь. Вот нечто похожее. То есть и в этом аромате. То есть вот похожий мускус. Плюс вот дикие лесные, полевые, какие-то вот именно желтые, как мне кажется, цветы. То есть вот аромат на эту тему. Прекрасен, по-своему прекрасен. Пишите, ребят, делитесь своим впечатлением, кто знаком с этим ароматом. Может быть, у кого-то он есть в коллекции. Ну, и может быть, кто-то знает еще какие-то интересные ароматы, которые вот именно в масле. Но не скажу, что, конечно, я их сразу буду приобретать. Но, по крайней мере, послушаю ваше мнение, ваше впечатление по поводу ароматов Аджмаль, которые именно в масле. Дело в том, что, как я уже сказал сейчас ранее, те спиртовые духи, что у них есть спиртовая парфюмерия, она как-то, ну, на мой взгляд, вторична. Потому что все, что у меня было раньше, мы совсем со временем уже распрощались. Хотя многое из того, что было, конечно, в определенный период времени нравилось. Пишите, ребят, делитесь своим впечатлением. С удовольствием почитаю ваши комментарии. Может быть, даже где-нибудь что-нибудь и обсудим. До скорых встреч. Пока.